На еженедельном оперативном совещании Алексей Валов познакомил коллег с кадровыми и структурными изменениями в составе областного правительства. Зампред правительства Герман Елянюшкин, который курировал строительный комплекс, теперь стал советником губернатора. Вместо него назначен Максим Фомин, ранее руководивший комитетом по конкурентной политике. Впервые в практике России произошло слияние Министерства экономики и Министерства финансов. Экс-министр экономики Ирина Смирнова назначена на должность заместителя председателя правительства. Экс-министр финансов Антон Котяков возглавил объединенное ведомство. Достаточно тоже знаковое объединение этих ведомств, министерств, которые позволяют нам понимать, в каком направлении будет экономически развиваться область, в том числе, как она будет обеспечиваться дополнительным финансированием этого развития. Очень сложная работа. Я считаю, что если губернатор принял такое решение, то значит, это очень достойный человек. Реструктуризация финансово-экономического блока направлена на стабилизацию обстановки, уверен Алексей Валов. Коллеги-руководители должны сделать выводы. Обстановка непростая экономическая. Мы понимаем, что финансы надо расходовать бережно, а не так, как иногда хотелось бы расходовать на цели, которые вы считаете важными. Сейчас основная важная цель – это стабилизация и развитие. В этом плане и работаем. По традиции много обсуждали ситуацию с уборкой снега. Начальник дорожного управления Максим Пчелкин утверждает, что количество жалоб в разы уменьшилось по сравнению с прошлым годом. С этим нельзя не согласиться, но только в части уборки автомобильных магистралей. Состояние многих внутриквартальных проездов неудовлетворительное. К сожалению, из-за припаркованного автомобильного транспорта невозможно полноценно выполнить очистку от снега и обработку пояса в данных проездах. Механическим способом требует больших объемов ручного труда. Да, в этом жители виноваты, но больше вопросов все равно к подрядчику – муниципальному предприятию «Дортранс». Алексей Валов потребовал обратить особое внимание на уборку дворов и внутриквартальных проездов во всех поселениях. Дал поручение административно-техническому отделу администрации. В течение двух дней, сегодня-завтра, мне все дворы городского поселения Щелково изъездить и привязывать к управляющим компаниям, показать, где управляющие компании работают, а где не работают. Потому что многое зависит от внутренней уборки этой управляющей компании. Проблемы работы управляющих компаний показали на примере городского поселения Монина. Там всего две управляющие компании, одна работает нормально, другая нет. В следующем году так уже не получится, утверждает Алексей Валов. 2017 год – это момент истины. Мы должны изменить структуру уже как коренным образом. Мы потихонечку меняем, но понимаем, что много упирается в управляющие компании. На оперативном совещании обсудили еще ряд вопросов, в числе которых, конечно, новогодние мероприятия. Их запланировано едва ли не больше всех в области, отметил Алексей Валов, поблагодарив Комитет по культуре и туризму. В то же время строгие меры принимаются в связи с эпидемией гриппа. Медработники должны дежурить на всех массовых мероприятиях, как для детей, так и для взрослых. Также будут обеспечены меры безопасности в местах организованного запуска фейерверков и салютов. В городском поселении Щелково это место определено у площади рынок, как и в прошлом году. Салют будет запущен, профессиональный салют будет запущен именно из этого места, где тоже будут предприняты все меры безопасности. На следующей неделе пройдет расширенное районное совещание, на котором власти муниципалитета проанализируют итоги уходящего года. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».